Всем привет! Хочу поговорить о заблуждениях при выборе фотоаппарата. У меня уже накопилась достаточная база различных мнений, основанная на комментариях к моим предыдущим обзорам. Кстати, хочу сказать спасибо за все эти комментарии, потому что без обратной связи я бы не пилил эти видосы в таком количестве, с таким энтузиазмом. То есть я рад, что, в общем, есть отклик. Всем спасибо, что вы мне комментируете, пишете. Я для всех составил список, постарался это все систематизировать. Ну, пойдем. Пункт первый. Надо непременно самый современный фотоаппарат. Важно иметь актуальные технологии на 1-2 года вперед. Фотоаппарат должен быть новый, как же мне сказали, с новыми, ну не новой технологией, а актуальной технологией. И меня это настолько смешит, честно говоря. Но вот куда эти все технологии девать? Вы что, телефон покупаете? Хотя даже телефон, ну честно, я очень долго ходил с кнопочной Nokia и на смартфоны себя заставлял перейти. И это было не так давно, как у большинства людей. И точно так же с фотоаппаратом. То есть на самом деле можно и по сей день снимать на 5D Mark II и отлично себя чувствовать. Я вспоминаю, когда-то смотрел фото Илья Рошапа, и у него есть календарик, там девушки в каком-то банке, там все такое, он с гелями их подсвечивал вспышками. Но мне очень понравились его работы. То есть там, по-моему, синий фон, теплые девушки. И на тот момент у меня уже был Mark III, и я смотрю, а у чувака Mark II 5D. Я думаю, что это такой крутой фотограф и на Mark II снимает? Почему у него устаревшая камера? Но потом до меня самого дошло, что, в общем-то, на Mark II можно отлично снимать. И тем более, что если он занимается такими постановочными, можно сказать, студийными съемками. Но все равно и по сей день, то есть есть камеры, которые нужны фотографа, уже удовлетворяют и больше не нужно. А все, что идет сверху, это приятные бонусы, скажем так. То есть фокус по глазам, матричная стабилизация, еще какие-то плюшки. Это приятные плюшки, которые, по большому счету, не меняют сути. То есть мне очень нравится, что, допустим, в КНР есть этот фокус по глазам. Он облегчает работу с некоторыми объективами. Действительно, это очень важно. Но без этого можно жить, скажем так. И когда люди спрашивают, а вот почему... У меня было интервью с Дмитрием Янушевским. Почему Дмитрий до сих пор снимает на 6D? Он же может себе позволить проапгрейдиться на что-то покруче. Ну так если у него это рабочий инструмент, он выполняет свои задачи, а зачем больше? Очень наивно думать, что только самая новая техника будет делать красивые фотографии. Но этот технологический минимум он уже лет 10 назад как достигнул. То есть очень много профессиональных свадебщиков, в принципе, профи-фотографов могут снимать на старенький 5D. Ну не первый 5D, но вот начиная с Mark II, это уже годная картинка. Начиная с Mark III, это уже годный автофокус. Ну ИСа, в общем-то, тоже. То есть по-прежнему 5D Mark III рабочая лошадка для профи-фотографа. И тут я перейду к следующему пункту. Вообще, кто такой профи-фотограф? Потому что люди оскорбляются, когда я говорю, что большинство беззеркалок, сейчас Sony, Fuji, ну вот в первую очередь эти два бренда, они абсолютно непрофессиональные. И люди думают, о, типа профессиональный фотик, он делает красивые фоточки. И мне же нужен профессиональный фотик. Ну я сейчас дальше пойду по этим параметрам. И тут, знаете, ну любительская фотография зачастую даже ярче и красочнее профессиональной, потому что любитель снимает для себя то, что он хочет, а не каталог обуви для интернет-магазина или какие-то там мероприятия семейные, за которые ему платят. Они отнюдь некрасивые. За них просто платят деньги, он на этом зарабатывает. Ему нужен инструмент, а не хрень, где куча наворотов, но абсолютно неудобный корпус, дохлые батареи там и так далее. Просто рабочий инструмент без понтов. И это и есть профессиональная камера. Она может быть скучной, она может быть не такой интересной, но она выполняет свою задачу. И любителю наоборот лучше купить любительскую камеру, в которой больше всех этих фишечек, которыми хочется играться. И Fuji в этом плане, ну отличная просто штука, я в восторге. Вот мой любимый X-T3, полностью любительская камера. Что бы они там ни писали у себя на сайте. Здесь есть очень много наворотов, и мне ими тоже хочется поиграться, попользоваться всеми этими функциями. Хотя такие базовые моменты, как удобный хват, батарея, с этим проблема. Ну и ладно, ну так и быть. То есть любителю на самом деле вообще всё равно, какую камеру брать. Ну нравится вам Sony, ну берите Sony, нравится Olympus, берите Olympus и радуйтесь. Люди просто обижают, что я говорю, что эти камеры для меня ни о чём, но это моё мнение. И на первом месте для профессиональной скучной работы удобство, надёжность и простота в использовании. Ни навороты, ни реал-тайм трекинг, автофокус, ни 20 кадров в секунду там. Ну я не знаю, что ещё перечислить. Матричный стаб тоже, это вообще не показатель. Даже два слота карт памяти, которые почему-то люди считают, что это признак профессиональной камеры. Нет, это кнопки на своих местах, это чтобы камера не зависала, как вот эта X-T3. И другие, в общем-то, очень базовые функции. А то люди пишут, вот типа у современной камеры, у которой нет там 4К 60 FPS, как можно на неё снимать коммерцию? Ну отлично, просто люди очень далеки от реальных клиентов, которым ты отдашь 4К 24 FPS, они его просто открыть не смогут. И хочу повториться, что профи камера, она не обязательно самая, ну она скучная, она просто выполняет свои задачи. Причём, ну вот такая камера, это 5D Mark III, она как фотоаппарат, она уже всё умеет и больше не надо. Canon R есть нюансы, потому что мне, например, не хватает кнопочек ИС и баланса белого. То есть, ну моя главная претензия к Canon R это вот кнопочки. То есть, я думаю, что они выпустят более модную камеру, где будут эти кнопочки и вопросы закроются. Просто им пока что нужно достаточно продать R, чтобы потом ввести новую камеру. И дальше, вот я сказал признаки профи камеры и хочу перейти к признакам профотографа. Ну, я как бы говорю о фотоаппаратах, но так косвенно. И признак профи фотографа это вообще не его камера, он может снимать абсолютно на что угодно. Я вам больше скажу, это даже не его портфолио, а это то, как он разговаривает с людьми. Потому что то, как ты себе продаёшь, в общем-то определяет стоимость твоей работы, объём, количество и твою успешность. Ну, не может быть классный фотограф, который плохо разговаривает. Могут быть исключения среди предметчиков и то, это очень редкие исключения, подтверждающие правила. Но в целом, просто когда человек... Ну, вот я брал интервью разных людей, и успешные люди, ну, по ним видно, как они разговаривают. И что у такого человека действительно богатый клиент, захочет что-то заказать. И с другой стороны, когда мне рассказывают, что ты дурак, и твоя камера отстой, и Sony рулит, матом рассказывают, то я понимаю, что эти люди, ну, абсолютно далеки от какой-либо коммерческой фотосъёмки. Потому что фотографу важна не камера, а умение разговаривать с людьми. Не важно, что он снимает. Потом признак, я сейчас поговорю о человеке, что такое профессиональный результат. И люди тоже так думают, что вот, профессиональная камера делает красивые фоточки там, и начинают говорить, вот тот чувак снял какой-то водопад там в каньоне. Или там показывают ещё вот, знаете, как продают фотоаппараты. Сфоткают красивую девочку в студии с идеальным освещением. Я помню такой прикол с Fuji X-130. Был ролик, по-моему, даже чёрно-белый. И там фотограф берёт такую хорошую девочку, снимает её в шпеге со студийным цветом на фонах. И говорит, вот, смотрите, какая классная камера, такая маленькая. И даёт профессиональное качество сразу в шпеге без всякой обработки. Такое рукой, лицо. Ну, возьмите абсолютно любую камеру с китовым объективом, да хоть Canon, не знаю, 400D. У вас всё то же самое будет в шпеге. Не, ну там будет шпег более мыльным, окей. Но, опять же, в разрешении на YouTube, ну всё будет одинаково. Потому что со студийным цветом вообще всё абсолютно выравнивается. Ты на что это не снимай, в шпеге, в раве. Если человек правильно поставил освещение, взял красивую девочку, то есть он подготовил эту съёмку, то она будет красива, эта съёмка. Ну, без вариантов. Просто они меняют причины и следствия. Они говорят, что вот, у нас такая камера, поэтому у нас красивый результат. Нет, у него красивый результат, потому что у него красивая девочка, грамотно настроенный студийный свет. А какая камера там, это вообще на десятом месте. А, ну ещё он с этой девочкой умеет грамотно разговаривать. Девочка подготовленная, профессиональная модель, которая быстро позирует, быстро меняет позы. Камера там вообще ни при чём. Но, тем не менее, их так продают. И люди на это ведутся, они думают, что вот, я возьму камеру из того клипа, она будет круто снимать. Знаете, мне вспоминаются некоторые люди, у которых очень сильно отличается их портфолио, от того, что они дают клиентам. То есть я работал с такими людьми, когда я вижу, что человек на прогулке снимает в мануале, и у него просто выбеленное небо и выбеленное платье невесты. И вытянуть это уже вообще без вариантов. Но он говорит про, снимает в мануале. Это, знаете, как про ручной фокус. Про чуваки видео снимают только с ручным фокусом. А там был вот человек, который про ручную экспозицию это говорил, и всё валил просто в хлам. Но человек работает в сегменте выше среднего. При этом этот человек считает нормальным прийти на свадьбу с двумя объективами 14 мм и 70-200. Но зато у меня потом просит 35-ку и просто молится на эту 35-ку. Но у человека в портфолио очень всё красиво, вот просто супер. Но то, что он отдал этим людям, это был полный трэш. Ну вот это крайне непрофессионально. То есть должно соответствовать то, что люди от тебя ожидают, и то, что ты им даёшь. А когда у человека в портфолио постановочные съёмки с красивыми моделями в красивых местах, он попадает на реальное мероприятие, где всё не так красиво, он там теряется, он не умеет работать с людьми, не умеет работать с хаотичным освещением и так далее. Он даже со своей камерой не умеет работать. То вот это непрофессионально, а не то, что у него в Инстаграмчике красивые фотографии. И потом я ещё хотел поговорить о том, что такое коммерция у нас, и что такое теоретическая коммерция. Потому что у них какое-то очень такое предвзятое отношение о том, что коммерция — это нечто очень возвышенное, это съёмки для глянцевых журналов, это всё очень дорого, это всё на средний формат или на самую-самую навороченную соньку снимается. Но, скажем так, наш рынок фотоуслуг, он вообще не про это. То есть 99% — это мелкие халтурки. То есть вот этот вот VIP-сегмент, ну, понятно, он есть в каждой стране, но у нас он вот такой. То есть ты можешь те же самые халтурки снимать дорого, в большом количестве, зарабатывать больше, чем эти мифические глянцевые фотографы. Но я сейчас говорю о нашей стране. Показатель успешности фотограф — это не понты, то, что он, как правило, у нас эти съёмки для журналов вообще ТФП происходят. То есть человек снимает для журнала какую-то съёмку, а потом понтуется, и у него уже заказывают те самые халтурки, потому что он понтанулся перед журналом. Но сам журнал ему при этом особо, ну, или платят копейки, или вообще не платят. Но люди почему-то думают, что... А, и что для журнала нужно непременно 40, 50, 60 мегапикселей. Это такая рука-лицо. Журнал — это размер А4. Размер А4, ну, 6 мегапикселей — это уже будет качественная фотография, чтобы разместить. Фотопарат с разрешением 20 мегапикселей — это уже с запасом. Ну, окей, пусть там будет 300 DPI, тогда будет 20 мегапикселей. Но больше 20 для вот этого, ну, вообще нет. Я сейчас говорил о фотосъёмке, но я хочу поговорить и о видео, потому что у людей очень превратное... Ну, не у всех, но у многих, у людей, у которых нет опыта, превратное мнение, что где-то есть вообще реализация всем тем фишкам, которые им продают маркетологи в фотоаппаратах. Нет, минимальный необходимый уровень был достигнут ещё давным-давно. По фотосъёмке с видео, конечно, сложнее, потому что резкое Full HD — это боль современного времени. 4К никому сейчас реально не нужно, но почему-то люди борются за 4К 60 FPS, и считают, что если там некоторые, что в этой камере этого нет, то это всё, типа, камера того не стоит. Это у меня тоже очередная рука-лицо. Я хочу поговорить о том, на чём у нас зарабатывается видео, вообще, ну, конечно, есть разное направление, но все сразу целят в большое кино, реклама, документальные фильмы, клипы. Вот все те сотни, тысячи, ну, десятки тысяч людей, покупающих камеры вот такого вот уровня, почему-то считают, что они будут снимать кино и рекламу. И меня это, как бы, ну, немного так вот удивляет. Ну, или даже если они не снимают, то вот эта штука, типа, для этого годится. И «О, какая картинка!» Типа «Да-да-да!» на этом фильме снимают. Нет, на этом фильме не снимают. Фильмы снимают на Red Alexa, там, хотя на Cinema Canon, по-моему, не снимают. Ну, очень редко. Там Sony FS7 и FS5, но никак не на фотоаппараты. То есть, если мы говорим о крутом продакшене, то вот это ни о чем. Просто это пытаются втирать маркетологи, продающие эти фотоаппараты, а не видеокамеры. И людям хочется же приобщиться к миру большого кино. Они начинают считать, что раз тут есть 10 бит, то это крутая камера, профессиональная. Но никоим образом. Просто там, где нужны действительно вот эти все эти наворота, там 10 бит ни о чем. Там нужно 14 бит раф и другие носители, другой корпус. Ну, в общем, это вообще другой класс техники. А там, где нужно снимать халтурки, так там можно, ну, можно на это снимать, можно на что-то попроще. Там это вообще не играет роли. Там что 8 бит, что 10 бит. Никого это не волнует. Просто это абсолютно разные сегменты. И я абсолютно уважаю выбор моего коллеги, который снимает на Canon 800D. Допустим, мне эта камера абсолютно не нравится. Я считаю, что мыло, ну, кропы Канона в Full HD это мыло. Старые кропы это ужасное мыло. Для меня оно просто не резкое. Но тем не менее, с позиции коммерции очень многие клиенты не видят разницы, и им это окей. То есть с позиции заработка денег 800D, да вперед из песни. Ну, мне не нравится, но я говорю об объективных реалиях. Если бы я хотел целиться в какое-то документальное кино, ну, я бы купил бы Blackmagic, где есть уже и прорез, и нормальные форматы и так далее. А это фотоаппарат, чтобы поиграться. Ну, просто надо себе отдавать отчет в том, что это классная игрушка. Но людям просто это как бы по самомнению бьешь, что им говорят, что не потратили целые тысячи. Ну, у нас она в среднем где-то 1400-1500 стоит. Целую тонну денег, а им говорят, что их камера непрофессиональная. Как так? Следующий аргумент, то есть я говорю о том, что, ну, допустим, вот мой любимый Fuji, что это непрофессиональная камера не только по параметрам, но если мы говорим о видеофото, ну, это кроп, тоже ни туда, ни сюда. Но я говорю о том, что здесь, ну, неудобный хват, батарейки с этим проблема. На это, конечно же, есть ответы. То есть мы можем прикрутить ручку, батарейный блок. Зато эта штука маленькая, легкая. А он не только фото снимает, а еще и видео, а его еще и на отдых можно взять. И вот тут у меня такой вопрос. Так мы только что говорили о том, что это типа профессиональная камера. А тут мы говорим о том, что ура, зато у нее легкие объективы, зато она маленькая и легенькая. Ну, слушайте, если мы говорим о крутом продакшенинг, там, где люди таскают рейды по 20 килограмм, там этот вопрос, ну, как-то вообще никого не волнует. Оно маленькое, оно не маленькое, потому что это главный результат. И там есть команда, которая с этим работает. Если вы говорите, что вам это нужно в путешествие брать, ну, просто люди как бы себя обманывают. Я не против этой камеры, я себе купил, мне она нравится, но надо отдавать себе отчет в том, что это такое и зачем оно надо. Насчет того, что это лечить можно там батарейным блоком, ручкой, там кнопки можно переназначать. Ну, профессиональная техника работает из коробки. Там уже удобная ручка, там уже нормальный аккумулятор, это все не глючит. Потому что пока ты это все будешь прикручивать, там выясняются какие-то свои нюансы, которые ты сам решаешь. Производитель за тебя должен подумать и все это сделаешь, чтобы оно все сразу же работало. И когда ты в руки берешь кинокамеру, то оно там все сделано, и оно все продумано. Ну, про версии, допустим, там у них модульный дизайн, оно все отдельно цепляется. Но так или иначе, потому что это в первую очередь фотоаппарат. И аргумент то, что он маленький, это аргумент вообще не вяжется с тем, что кто-то намекает, что это профессиональное устройство. Вот следующий пункт вытекает из предыдущего. У меня, похоже, будет длинный обзор. Мне говорят, ты не объективен. Ты вот очень субъективно все говоришь и так далее. Ну, тогда вы слушаете мое личное мнение. И это, по-моему, очевидно, что я не объективен, потому что я говорю от себя. Субъективное мнение. Если вы хотите полной объективности, то нужно взять инструкцию, нужно зайти на сайт производителя, который вам врёт, что это профессиональная техника. Но, во всяком случае, инструкция – это полная объективность. У вас есть перечень фактов, что, как нажимается, как работает и так далее. Есть перечень технических характеристик. Это абсолютно объективно. Везде, где возникает чьё-либо мнение, это уже субъективно. Просто я понимаю, что такое объективный обзор в глазах большинства людей, то, к чему все привыкли. Это когда люди берут на обзор камеру, перечисляют её функции и говорят, вы с этим сможете делать классные фотографии. Эта штука просто вообще супер. Тут есть какой-то айтрекинг, тут есть то, всё другое. И вот. И каждая следующая камера, каждая по-своему хорошая. Я же говорю, что, ну, да, но что-то тут не так. Грубо говоря, людям нравится, чтобы их камеры хвалили, и не нравится, когда их ругают. И объективность в их понимании, это когда про камеру говорят, что всё хорошо. Ну, конечно, есть маленькие недостатки, но, в общем-то, всё хорошо, и вы профи, потому что вы купили себе эту классную игрушку, но вы молодцы, вы профи. А я тут говорю, нет. Ну, мне интересно говорить от себя, противовес тому, как это происходит обычно, просто как ретро-расляции инфомусора от маркетологов, когда рассказывают про матричный стаб, слоты карт памяти двойные, а то, что сами карты памяти, а у меня сейчас нет этих SD, сам формат этих камен, он, по сути, не профессиональный, вот эти карты, потому что они хрупкие, ненадёжные, медленные, по сравнению с компакт-флэш или C-Fast. Сам стандарт этих карт памяти, сколько бы ты их туда не засунул. Но об этом же мы молчим. То есть, мне очень нравилось, что в Mark III были компакт-флэш, а в Canon R их нет. Но дело не в их количестве, а просто в самой карте памяти. Кстати, вот насчёт обзорщиков по Fuji, мне нравится, есть лысый мексиканец, забыл, как его зовут, но я оставлю ссылку на его в описании, он такой эксперт по Fuji X-T20, X-T2, на английском всё говорит. Так вот он в одном обзоре сказал, все камеры very nice, и Olympus, и Sony, и Fuji, всё very nice, я всех люблю, все молодцы, всё замечательно. Но у меня так не будет, я не всех люблю. Я считаю, что некоторые камеры откровенный мусор. Следующий пункт, ну это по комментариям, опять же, я отталкивался от того, что мне пишут. Вот тот Вася на микро творит шедевры, поэтому он авторитет, а у тебя в портфолио вообще какое-то уныние, я ему верю, а тебе нет. Всё. Потому что у него красиво, он сфоткал, что ж там было, ну что-то где-то он там поехал, в какую-то пещеру, и он там сделал такие замечательные фотографии на свой микро, а ты говоришь, что микро плохо снимает. Ну я не говорю, что он микро плохо снимает, просто когда вы снимаете красивый водопад в пещере, то большая заслуга этой красивой фотографии в том, что вы добрались в эту пещеру, а не в том, что вы туда с собой брали. Конечно, на телефон вы там вряд ли что-то снимете, хотя вот последние Google Pixel может и снимут, они в темноте снимают. Но всё равно люди не умеют отличать достоинства, я уже говорил про X-130, то есть где есть заслуга локации, модели, подготовки к съёмке, где есть заслуга камеры. И я это чётко вот разграничиваю, потому что я вижу, когда я вижу красивую фотографию, сразу думаю, что, кто привнёс сюда красоту. Умение фотографа, качество камеры, камера вообще на каком-то там последнем месте, на любую камеру можно снять красоту. Ну, или же заслуга того, что он пришёл туда в какой-то предрассветный час, подождал, пока лучи солнца удачно будут падать там на землю, там выбрал правильное освещение и так далее. И он мог взять туда любую камеру, а потом рассказывать, что именно на эту камеру такие фотки получаются. И для меня вот эти рассказы про какого-то чувака, который на микро шедевры снимает, ну, я не сомневаюсь, что он снимает. Конечно, можно снимать. Вперёд из песни. Только в большинстве реальных ситуаций микро, ну, да вы на телефон то же самое снимете. Ну, то есть, ну, обычный вот такой кроп или полный кадр, ну, намного лучше фотографии будут давать. В ситуациях обычных. То есть, когда я снимаю, показываю тестовые фотки со свадьбы в ЕГТНЕ, такой реальной съёмки, и говорю, вот, смотрите, ИСА поднял, всё сыпется. Автофокуса в темноте нет. Объём даже на улице на прогулке, ну, не то, что на Кэноне. Ну, вот, ну, обычная скучная съёмка. Ну, конечно, это ЕГТН, а не какой-то там водопад где-то там. Но я отталкиваюсь от каких-то реальных обстоятельств. Но это, наверное, бесполезно рассказывать, потому что Вася везде путешествует, у него красивые фотки, потому что он путешествует, а не потому что у него такой фотоаппарат. Следующий пункт аналогичный. посмотри на другого Васю-обзорщика, он профи, и дальше вот пункт, который меня вообще убивает, учись у него. То есть мне говорит, это, знаете, вот мне интересно, это те же самые люди, которые мне говорят, что у меня субъективные обзоры, потому что больше субъективизма, чем здесь, найти просто сложно. То есть один мне указывает там на другого чувака, который снимает хорошо, другой, который говорит хорошо. Один показал на другого, потому что одному показалось, что тот такой-то, тот другой-то. есть субъективизм хороший, а есть какой-то, который вообще ни о чём. И вот это тот самый ни о чём. То есть нужно от чего-то отталкиваться, а не просто потому что «а вот мне он нравится, а ты не нравишься». Но это не аргумент. Про объективы поговорим. У тебя нормальный фотик, ну про КННР, но вот объективы, твоё старьё полное, почему ты не купишь себе нормальные РФ-объективы, ведь новые объективы лучше старых. И эти аргументы из серии тоже. Новые фотоаппараты лучше старых. Да чем они лучше? Не, ну они лучше тем, что они удобнее, но это не всех касается. Sony это новый, старый, неважно. Ну, то есть хорошо, когда технологии тебе служат, а делают технику удобнее. Но просто люди думают, что у них фотки будут лучше. И это вот огромное заблуждение. То же самое с объективами. Просто на момент, когда выпускали старые Эльки, которыми я пользуюсь, там 17-40, да он тоже стоил больше тысячи долларов. Это сейчас он там на барахолках, там по 350. И тогда тоже был хайп вокруг них, но меньше, чем сейчас, естественно, потому что тогда не так фотография была интересна всем. Но так или иначе, это просто хайп. И по цене одного RF-объектива, но я рационально на это смотрю, я куплю вот Fuji, набор оптики, там за 2,5 тысячи долларов, да можно вообще затариться второй системой, вместо того, чтобы купить один типа крутой объектив на Canon. но это же просто скучно. Я не спорю, что они очень классные, но их цена абсолютно их не оправдывает. То есть это разница в цене, ну там они, если мы возьмем старую Эльку и там новую RF-объектив, он лучше будет там на 10%, ну вот удачный экземпляр, ну реально 10%, а цена там будет разница в тысячу, полторы тысячи долларов, то есть в 2 раза там. Но это бред, я эту RF-оптику вообще не рассматриваю. Он пишет, а почему ты себе не купишь 28-70 F2, потому что показали, что такая классная штука, уникальные параметры, F2, да он скучный, 28 миллиметров вообще не широкий угол для меня, 70 миллиметров вообще не телевик, F2, ну так у меня есть 1,2 объектив, ну не интересный объектив абсолютно, только тяжеленный, дорогой. Следующее, это я сейчас прошелся по Canon, вернемся к Fuji, люди переходят на Fuji со сказочной оптики, и тут, знаете, в этот момент какой-то маркетолог вот так радостно просто хлопает в ладоши, ура, ура, у меня получилось. Ну, оптика Fuji, она не сказочно классная, она сказочно дорогая, как за то, что они предлагают. Не, мне она нравится вот чисто по форм-фактору, нравится, вот в руках, как ощущаешь, металлическое, все такое, но я просто то же самое, вот удовольствие получаю от этих, вот на Bayonet Fuji, там, Sam Young, 7Artisans, там, по 200 долларов объектива, я тоже получаю, это эстетическое удовольствие, а заплатить там 800 или 1000 долларов за это удовольствие, ну, как-то не готов, тем более, что тесты показывают, общался с коллегой, что, в общем-то, родная оптика также глючит, ну, почти так же глючит, как и Canon через переходник, а Canon через переходник, ну, стоят намного дешевле, даже с учетом переходника, но, конечно, они более громоздкие, они больше весят, но это выбирать самому, но я не вижу в этой оптике вообще ничего сказочного, дальше, следующий пункт, который вытекает из этого, у Canon тоже дорогие RF-объективы, что ты ругаешь Fuji, ну, так RF-объективы я, во-первых, не рассматриваю, во-вторых, RF-объективы не оденешь на Fuji, то есть, я сюда отлично одеваю старые L-ки, которые стоят дешевле новых Fuji, которые я одеваю и сюда, и на любой Canon, и чувствую себя отлично, поэтому дорогие RF-объективы меня не интересуют, дальше, продолжим про RF-объективы, RF-оптика для профессионалов, наши профессионалы покупают объективы по долларов 400 на барахолках, потому что они считают свои деньги и понимают, что это, ну, вообще бессмысленно, причем, ну, неважно, по чем человек работает, даже если человек за съемку, за свадьбу, ну, вот я задавал этот вопрос такому человеку, он за свадьбу получает там 800 тысяч долларов, я говорю, а что бы тебе не купить себе вместо 85 1,8, 85 1,2, но ты же можешь за одну съемку просто взять и купить, он говорит, могу, но он тяжелый, и зачем, никто не увидит разницы, а зачем мне тратить деньги, потому что человек рационально на это смотрит, потому что он, ну, этот хайп от маркетологов, ну, у нас их покупают просто богатые любители, которым хочется, ну, классную игрушку, могут себе позволить, но профи нет, RF оптика нет, и когда вы видите какого-то чувака, который, ну, это все маркетологи такое любят, такая нам тоже, возьмут какого-то лидера мнения, там, он крутой свадебщик, он перешел на RF 51,2, и начинает его нахваливать, ну, вы не знаете, все и подноготные, может быть ему этот 51,2 продали за полцены, может ему его вообще подарили, ну, там есть нюансы, и так, чтобы он вот реально, да, он там резче, там, чуть-чуть лучше автофокус, но чтобы он оправдывал эту разницу в цене, там, в полторы тысячи долларов, да никоим образом. Для профи есть, ну, рациональные какие-то аргументы, а не просто хочу игрушку. Допустим, я покупаю себе игрушки, вот, я купил, но я себе отдаю отчет в том, что я захотел игрушку, не потому, что это реально коммерческая необходимость. И следующее мнение, вот, которое я хочу сказать, что когда вы покупаете фотоаппарат, вы покупаете систему, вы покупаете и оптику к нему, то есть, смотреть на переходники, ну, это такой вариант, то есть, очень часто люди смотрят на тушку, и дальше не думают о том, что они туда будут цеплять, и это очень, ну, большой провал, или думают, что сэкономят, вот, я куплю там дешевую беззеркалку, и там буду, потом разберемся с оптикой, и я на этой грабле, ну, я их не наступил, я их прошел, когда я покупал C100, я понял, что если на тот момент, в 2014 или 2015 году, что если я куплю Sony A7S, я думал об этом, то нужно будет покупать родную оптику, ну, с оптикой эта штука будет стоить так же, как и C100, а то и дороже, только там, что с родной оптикой, что с неродной, фокуса не будет, на тот момент у Sony автофокуса вообще не было, они кричали о том, как круто, что у нас есть фокус пикинг, я тогда очень сильно посмеялся, при том, что там ужасные проблемы с цветопередачей, и вообще, ну, автофокус, можно сказать, что его не было, то есть был он номинальный, сейчас, в общем-то, эти проблемы, ну, значительно уменьшились, но они не пропали до конца, и мой соблазн купить Sony, он прошел вот еще тогда, там, в каком-то, там, 4 или 5 лет назад, следующее, непременно надо полный кадр, полный кадр рулит, но я об этом говорил в своих предыдущих обзорах, то есть я, конечно, да, адепт полного кадра, это круто, но надо понимать, зачем и для чего, и вообще ощущать эту разницу, и с чего переходить на этот полный кадр, потому что, ну, вот Fuji очень классно фотографирует, при том, что это кроп, но это, я считаю, лучший из кропов, и ощутить, чтобы ощутить эту разницу, я считаю, что сначала нужно купить себе кроп, поснимать, почувствовать в этом необходимость, а потом уже тратиться на полный кадр, не, ну, как вариант можно купить, конечно, и какой-то 5D Mark II, или там 6D, они относительно недорогие, но магия полного кадра, она должна, ну, ощущаться, вы должны понимать, где она, то некоторые люди говорят, да, только полный кадр, и больше ничего, другие говорят, да, типа, о чем ты говоришь, типа, 35 на кропе, то же самое, что 50 на полном кадре, типа, докажи мне обратное, но это нужно прочувствовать самому, и все, и не вестись, как бы, на эти, ну, предрассудки, скажем так, то есть, для очень многих задач, кропа хватит, но если у тебя набитый глаз, если ты давно снимаешь, то ты разницу, конечно, всегда заметишь, потому что, когда люди говорят, что микро, это фотоаппараты, извините, но я в это не сильно верю, не, они хорошо, конечно, снимают, но для тех, кто привык к полному кадру, это не совсем фотоаппарат, дальше, зеркалкой снимают, лучше без зеркалок, ну, вообще бред, зависит от аккумулятора, то есть, короче, зависит от матрицы, потому что в Canon R та же матрица, что и в 5D Mark IV, ну, и так далее, снимает, ну, размер матрицы играет роль, а не, есть там зеркало или нет, другое дело, что без зеркалки больше попадает пыль, вот с чем я столкнулся, когда я с X120 ездил на отдых, это просто жесть, если у тебя 4 объектива, ты их постоянно меняешь, там на матрице просто такие, ну, комки какие-то, чего-то там, и это, это фейл, а у Canon R, кстати, есть эта шторка, которая закрывает и позволяет вам безболезненно менять объективы, в зеркалках там хоть, ну, вся эта пыль оседает на зеркале, там, на внутреннем механизме, а без зеркалках сразу же на матрицу, и это неприятно. Следующее заблуждение, у всех без зеркалок дохлые аккумуляторы, ну, не у всех, дохлые они у Fuji, у Sony, у начальных Canon, но вот у Nikon Z6 очень крутые аккумы, у Canon R аккум такой же, как на зеркалках, по времени так же работает, Panasonic S1, крутейший аккумулятор, вся микро, там, отличный аккумулятор, хватает очень надолго, так что про аккумы, ну, от модели зависит. Потом Canon отстал по технологиям, а у Limbus'а есть пылевлагозащита, два слота карп-памяти, матричный стаб, микро по фотографии, я считаю, ну, для неё конкурент не Canon, а её конкурент это телефоны, если вы хотите маленькую камеру всюду с собой, купите последний iPhone и снимайте себе, получайте удовольствие, а микро, ну, не, ну, если кого-то устраивает, ну, снимайте, ваше дело, ну, для меня это вообще ни о чём. Дальше, ну, об этом я уже упоминал, у Sony A9 есть real-time tracking и 20 FPS, вот эта камера для Pro, типа, Pro нужны все эти параметры, да не нужны они. Или ещё один прикол, я в обзоре посмотрел, Fuji GFX100, ну, их самая дорогая сейчас среднеформатная камера, один чувак тестировал, говорит, что там автофокус ещё круче, чем в Nikon D4, то есть он там, ну, вообще, ну, просто сказочный автофокус. И у меня тут такой вопрос, ну, в Nikon D4 он уже очень крутой, то есть это уже профессиональный стандарт. А, кстати, этот человек тот же самый вопрос задал, а что, гепарды стали быстрее прыгать или там спорт ускорился в три раза, где эта разница вот в автофокусе, на чём она будет сказываться? Ну, она будет сказываться на продажах этой камеры, то есть если камера там, ну, не знаю, сколько-то там летней давности уже нормально фокусируется, если она выполняет свои задачи, у неё нет сбоев по автофокусу, всё там нормально, ну, замечательно, всё, но для того, чтобы вам продать следующую модель, конечно же, нужно сказать, что в новой он ещё круче. Так, Fuji профессиональная камера. И когда я говорил, что у этой профессиональной камеры корпус 50-летней давности, мне, конечно же, матёрые Fuji говорят, что 50 лет назад фотографы, профессиональные фотографы на это работали и снимали шедевры, и, типа, тогда же, ну, работали профессиональные фотографы с этим корпусом, и всё было нормально. Но тут у меня такая небольшая оговорочка, ну, это было 50 лет назад, как бы, ну, может, 30 лет назад, но с тех времён другие производители, это не относятся к Sony, конечно, там с корпусом, печаль, Canon, Nikon, я очень уважаю фотоаппараты Nikon, их дизайн, их эргономика претерпела существенных изменений, позитивных изменений, для того, чтобы вам было удобнее снимать. И они сделали так, чтобы вам было комфортно. И то, что эту камеру, чтобы ей управлять, вам нужно вот это вот делать двумя руками, это фейл, потому что ты берёшь там любой марк, даже Canon R, который чуть-чуть уступает, ну, чуть-чуть уступает маркам по эргономике, ты управляешь ей одной рукой, даже, я бы сказал, ну, двумя пальцами, а может и одним пальцем, потому что у тебя кнопочка ИСа есть, это так классно, Canon R, она в принципе тоже есть, но у тебя нет вот этого слепого переключения режимов, очень неудобной рукояткой, то есть мне она нравится с эстетической точки зрения, но с практической точки зрения, это устаревший и неудобный дизайн. Дальше, про Fuji, камера за 100 тысяч не может быть любительской, там, 100 тысяч рублей, ТНГ, гривен, я не знаю, тугриков, у кого какая национальная валюта больше упала, значит, чем больше тысяч, тем больше профессионализма. Не, мне очень, конечно, прискорбно, что, ну, это действительно, это печать, что у нас нищие страны, что эта техника для нас действительно очень дорогая, но это никак не означает, что это не коррелирует с ее профессионализмом, потому что, ну, для западных потребителей отделается вся эта техника не для нас, когда они проектируют, выставляют на них цены, они ориентируются на мировые рынки, в первую очередь на рынки развитых стран, где больше продажи этой техники, то есть, ну, Россия, Украина, не помню, сколько там процентов, но очень мало от общих мировых продаж, и там эти деньги воспринимаются совершенно не так, как у нас, поэтому 100 тысяч, это, ну, это может быть миллион тысячи, 10 миллионов тысяч, смотря на сколько обесценится наша национальная валюта. Дальше, следующий коммент, фотки с Fuji нужно обрабатывать в Capture One, иначе они не такие классные, и выглядят они по-другому, и тянутся они лучше, и вообще все другое. И тут я хочу провести такой параллель с мороженым. Вот если я снимаю для себя, ну, я ее обрабатываю в Lightroom, и мне все нравится, меня устраивает. Это точно так же, как если я иду, покупаю себе шоколадное мороженое, я его ем, и мне нравится этот вкус, мне нравится то, что оно шоколадное, и я его ем именно вот таким образом, как меня это устраивает. А тут мне подходит чувак и говорит, слушай, ты не так ешь свое мороженое, тебе нужно покупать не шоколадное, а карамельное, и оберточку с другой стороны распаковывать, тогда оно вот будет лучше, типа, все по-другому. Но я вам скажу, что карамельное я пробовал, то есть я работал в Капчерван, у меня есть ролики на эту тему, но мне не нравится. Да, оно там лучше тянется, я знаю, ну, там больше тенем, ну, все там можно больше вынуть, но я не вижу в этом необходимости, меня устраивает то, как я работаю. Дальше, про дачу материала клиентам. Тут уже можно так сказать, я готовлю свое мороженое в своих, вот там, не знаю, каким-то там паломником круглым, отдаю своему клиенту, ему все нравится, мы все довольны, а тут подходит ко мне чувак и говорит, слушай, тебе нужен паломник не круглый, а вот прямой, чуть-чуть вытянутый, потому что, ну, в нем лучше готовить, и удобнее, и быстрее, и моим клиентам все нравится, и вот он просто лучше, и ты должен этим паломником готовить. У меня тут тоже такой вопрос, ну, тебе нравится это, мне нравится это, всех все устраивает, ну, так, что ты пристал? Ну, вот как-то так. Не, просто есть какой-то там третий чувак, который кинул клич всем, что нужно брать именно там прямоугольные паломники, там, Capture One, и это круто, и вам это все будет удобнее. Ну, я рад за них, но я по-прежнему люблю вот деревянной ложкой готовить, но это мои проблемы, и все. Следующее заблуждение, это уже не в комментариях, но встречается такой прикол, требование, что нужен видеограф с камерой Sony со стороны клиентов, то есть это уже пошел такой миф, что камеры Sony, ну, типа, лучше снимают. Сейчас я по Fuji проехал, сейчас в черед Sony пришел, наконец-то. Ну, что об этом сказать, Canon просто сильно протупили, когда был Mark II, они выскочили, потом был Mark III, который уже по видео начал уступать Sony A7 III по детализации в первую очередь, по цвету, там у Sony такой трэш по цвету, но они давали лучшую детализацию, они лучше снимали в темноте, то есть они уже начали пикинг давали, то есть там каком-то там 14, 15, 16 годах Canon очень сильно проиграло. Люди накупили этого мусора под названием Sony, уже появилась индустрия, уже появились, начали намечаться некие стандарты на основании вот этих заблуждений, и до клиента уже доходят слухи, что Sony, хотя клиент на самом деле обычно все равно, что вы снимаете, вообще абсолютно, что лучше снимать на Sony, но такое, сейчас Sony уже совсем не в той позиции, в которой они были несколько лет назад, у них уже все очень печально. Дальше. Крутые пацаны не поливают видео часами, и вообще поливать это недостойно крутых видеографов, ведь мы все снимаем кино, у нас тут документальные фильмы, мы все тут спилберге, знаете, и если ты хочешь поливать, заниматься этим презренным делом, купи себе маленький бетакам, и вообще не выпендривайся, ну вот так. И садики свои снимай на бетакам, там и так далее. А, и следующий пункт, это к Sony вводам относятся, ну когда им говоришь, что их Sony перегревается, они говорят, так я если снимаю долго, так в Full HD, а 4K я не снимаю долго, потому что перегрев-то случается именно в 4K, то есть с Full HD там не такая проблема. И по поводу поливания, ну скажу так, очень много коммерческих заказов, которые приносят деньги, они именно подразумевают это поливалово. Если кто-то говорит, что они такие крутые и возвышенные, ну пусть говорят, а другие люди в это время зарабатывают деньги и покупают себе те камеры, которые они хотят. Так что про поливалово недостойное крутых видеографов. Если ты занимаешься профессиональной видеосъемкой, то снимать длинные видео, это реальная потребность. И это не всегда так, как людям кажется, прям унизительно в виде садиков. Я, например, снимаю интервью для своих клиентов. Я могу записывать какие-то лекции. И БТК там не пройдет, потому что люди привыкли к хорошей картинке. Им хочется этого объема и цвета. И нет. Ну то есть это нужно снимать как минимум на фотоаппарат, который дает уже изображение. Если этот фотоаппарат перегревается, то он никоим образом не является профессиональным. И даже, кстати, даже если вы снимаете какой-то клип, постановочное видео, у меня были такие моменты, когда перед тобой главный действующий персонаж, певица, ей нужно распеться, войти в образ, расколбаситься как-то. И все это время камера должна просто безостановочно писать. Она там дуреет перед камерой. Ты, может быть, из всего этого видео возьмешь 3 секунды, но камера должна писать нон-стоп, потому что ты не знаешь, какие 3 секунды для клипа будут самыми яркими и классными. Если эта камера перегреется через 27 минут, а это, кстати, это время перегрева, новые А7Р4, мне рассказывали, там тестировали люди, то до свидания. То есть она перегрелась, тебе нужно ждать, пока она стынет. Ну что это за бред? Какая картинка, картинка, вы с вами, картинка, картинка, картинка. Потому что у людей такое предвзятое мнение, что картинка — это показатель профессиональной камеры. Картинка сейчас у всех более-менее нормальная. У кого-то чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, но так или иначе она нормальная. Я должен признать, что по некоторым параметрам, не по всем, у Sony все очень круто. То есть там есть объем, там тени, вот шикарные тени, проработка теней меня вот самого поражает. Там высокие ISO рабочие, но люди не понимают, что картинка обеспечивается не камерой, а правильным освещением, правильным там макияжем в модели, обстановкой, локациям, декорациям. Камера, объектив — это все в картинке играет. Ну, такой, даже на той же самой камере правильно выставленный баланс белого играет куда большую роль, чем то, какая это камера. Когда начинаются тесты камер по цвету в автоматическом балансе белого, у меня вот такая рука, лицо. Когда одна камера решила, что она сейчас это все сделает пунцовым, а другая снимает это все оранжевым, и человек говорит, о, смотрите, у него плохая цветопередача, вот эта камера хуже, и то, и то он снимает в автомате. Ну, о чем можно говорить? Ну, это полный бред. С другой стороны, когда сравнивают Fuji, там и Canon, говорят, смотрите, у Fuji цвет на самом деле очень, очень даже ничего, а то, что вы говорите про розовые оттенки, все это бред. Вот вам цвет кожи, все отлично у Fuji. И тут я вам скажу, что да, у Fuji все отлично, когда вы поставите баланс белого по карте серого. Чисто вот в полном мануале. Но автоматический баланс белого, который вам нужен для репортажной работы, очень часто он все-таки нужен. Он здесь вообще полный провал. То есть он вам делает лица иногда хорошо, а иногда они будут розовыми, и исправить это на посте будет очень сложно. И автоматический режим, но по большому счету, вот здесь включать очень не рекомендуется. Ну, мы же говорим про картинку, про все остальное нас не волнует, каким образом эта картинка будет получаться. И тут я повторюсь, предсказуемость и надежность. Вот что важно в камере. А не картинка, которую вам сделали в заранее подготовленных условиях, чтобы продать вам эту камеру. Дальше. Вот рассказывают про ужасный кроп. Ну, Canon R это же вообще стойная камера, потому что у нее есть кроп в 4К. И я вот задаю вопрос людям, где этот кроп вообще реально мне будет мешать? И никакого внятного ответа я не мог получить. Типа, зачем получать полный кадр, чтобы работать на кропе? Но я вам скажу, что в видео этот кроп не так сильно ощущается, как на полном кадре, но дело даже не в этом. Кроп 1.5, Super 35 это киностандартное, которое снимает Голливуд все фильмы. Мне кажется, это должно заткнуть все эти крики про ужасный кроп. Но если мы говорим в рамках одной камеры, люди говорят, это же надо оптику покупать. Так у Canon ты купишь Ширик там 10-18 и 17-40 дешевле, чем у Sony один какой-то Ширик на этот замечательный полнокадровый 4К, в котором они все не снимают, потому что она перегревается. Просто касательно Sony, мне кажется, что они уволили у себя весь дизайнерский, инженерный, там проектный отдел, ну или там сократили до самого минимума, а все сэкономленные деньги кинули в маркетинг и промыв мозгов. И так и живем. Дальше. Canon снимают мыльное видео. И Canon это мыло. Ну, я скажу, что на 90% да, но это касается старых кропов, которыми сейчас заполнен рынок и большинство людей на руках именно те самые Canon, которые действительно снимают мыльное видео. И 5D Mark III, Mark II по современным меркам тоже очень мыльное видео, разрешение просто отвратительное. Это да, но это касается старых канонов, кэнону, которому там по 5 лет. Потому что Canon R у него очень годное Full HD разрешение и в Full HD, и в 4К. Но что касается 4К, там есть нюанс. Мне кто-то написал, что где-то там высчитал, что эффективное разрешение Canon R это 2,8К. И возможно это так. То есть с этим я, ну так, эмпирическим путем, но я готов согласиться, потому что если ты начинаешь кропать, то кропнуть в 4 раза ты получишь мыльную картинку, но если ты кропнешь в 3 раза, то оно будет нормальное. И вот, наверное, где-то там находится это разрешение 2,8К. Настоящее. То есть как всегда, когда у старых канонов было не Full HD, а кто-то писал там 1170, там с чем-то пикселей, на 700 пикселей. И мне кажется, это тоже так было. То, что там пиксель биннинг, там короче, так или иначе, но не настоящее разрешение. Но по факту, то, что он Canon R сейчас выдает, это уже резкое детализированное изображение, которое на всех мониторах будет выглядеть хорошо. И которое можно кропать, с которым можно работать. То есть про мыло это вообще не про эту камеру. Mark IV тоже, ну это одинаковые, по сути, камеры по картинке. Дальше, еще один, но это уже из раздела юмор. Canon R не пишет 60 FPS с EF оптикой. И я у человека сразу же спрашиваю, это тебе Sony VOD рассказали? Он такой, да. То есть уже начинаются какие-то мифы такие просто бредовые. То есть с родной оптикой он не снимает 60 кадров в секунду. Снимает, не беспокойтесь. Дальше, фотик без стаба, без матричного, вообще не стоит внимания. Ну по факту, наоборот, большинство фотоаппаратов со стабом не стоит внимания, кроме вот Nikon Z6 и там новых этих Panasonic полнокадровых. Потому что, ну на микре, ну это не фотоаппараты, а Sony, ну так это вообще ни о чём. То есть по всем остальным параметрам, ну вот этот матричный стаб, он настолько, ну ничтожный на фоне всех остальных косяков, которые есть в этих камерах. Я не хочу сейчас повторять всё, что я думаю про Sony. Можете смотреть мои предыдущие обзоры, там всё это рассказано. И тут переходим к следующему моменту, вот когда я начинаю так плохо говорить о камерах, как же люди на это реагируют? Я плохо отозвался о Canon RP. Я тебе не верю, мне человек пишет, RP норм камера, а ты врёшь. Не, ну я не заставляю как бы не верить, но это моё субъективное мнение, что Canon RP не стоит своих денег, и камера, в общем-то, ну для меня не интересная, но она позиционируется как полнокадровый фотоаппарат начального уровня для людей, которые хотят снимать семью и друзей. Ну так в таком ключе, да, отлично, снимайте друзей, друзей, семью, вам будет нравиться, всё будет отлично. Если я хочу снимать на неё интервью, на несколько камер и сводить, нет, потому что пока они не обновили прошивку, там фреймрейты неудобные, там батарея маленькая, там нельзя батарейный блок ставить, но там есть ряд ограничений, которые лично меня не устраивают, и для меня она неудобная. Мне корпус не нравится, считаю, что она переоцененная, ну верить, не верить, но мне не нравится, вам нравится. Следующий комментарий, бред, абсурд, вот просто без каких-либо уточнений, бред, абсурд. Ну не знаю, комментировать такое аргументированное мнение, думаю, не стоит. Дальше, ты только об эргономике говоришь, для тебя это главное, но как бы эргономика, я считаю, что эта штука сейчас должна быть на первом месте в технике, потому что она вся снимает очень неплохо, и я не люблю избитых фраз, но снимает фотограф, а не техника, то есть снять хорошо можно даже на микро, ну надо будет попотеть, но можно хорошо снять, но если у камеры ну все как бы очень плохо с управлением, если там 12, 20, неважно сколько назначаемых кнопок, но при этом по умолчанию ты не можешь даже точки фокусировки выбирать, то это трэш. Если у камеры эти кнопки так расположены, что ты их сразу все нажимаешь, что ты не можешь это нормально взять, даже если ты прикупишь там какую-то рукоятку, у тебя не будет достаточно глубокого хвата там для пальцев, или когда ты этими пальцами, вот этим вот пальцем вот тут вот объектив вот так цепляешь у Sony, просто, то есть там, ну между ручкой и объективом вот такое вот расстояние, что у меня будет мозоль бы вот вот на этом месте была бы, ну это важнее, чем вот эта вот маленькая разница в том, что там чуть более глубокие тени. Кстати, глубокие тени, но цвет лица при этом печальный, то есть картинки тоже могут быть претензии. Да, для меня эргономика очень важна, да, это так. Ну, следующий момент, формат подачи отзывов, то есть, когда мне пишут, ты не прав, и твой обзор, и твое портфолио, твой сайт, и ты сам такой-то, такой-то, и все это матом, ну что об этом говорить, это очень хорошо характеризует аудиторию, владеющую этой техникой, причем вот такое вот у меня происходит чаще с Sony, да, когда мне матом рассказывают, что мой обзор какой-то не такой. Потом пишут, что вот я рассказываю, что они там греются, что корпус неудобный, мне пишут, а у меня не греется, а у меня корпус удобный, и меню простое, и все кнопки назначаются, и небо голубей, и трава зеленая, и вообще жить классно. Ну, знаете, мне вот техника Sony напоминает неудобную обувь, но дорогую, то есть, человек себе купил какие-то блестящие Gucci, очень пропиаренные, такие крутые, но ему она очень сильно жмет, ему неудобно, ну, очень неудобно в ней ходить, но уже не может в этом признаться, он на нее потратил уже две штуки баксов без объектива, как он теперь скажет, что в этом нельзя ходить, но это нельзя снимать. Конечно же, он будет говорить, что все отлично, да там вообще, там супер, все очень удобно, у одного обзорщика увидел, говорит, да в этом меню за два часа можно разобраться. ха-ха-ха, ха-ха-ха, то есть, ну, такое, это история с туфлями, мне жмет, но я не признаюсь в этом, посмотри ты на свою портфолио, прежде чем мне что-то рассказывать, ну, во-первых, обращение на ты и уровень этого дискурса, скажем так, то есть, как бы с людьми незнакомыми на вы разговариваю, и, когда мы, знаете, когда заканчиваются аргументы, приходят к оскорблению, знаете, что касается портфолио, я считаю, что портфолио это такая интимная штука между фотографом и клиентом, но если мы говорим о коммерческой фотографии, портфолио имеет отношение именно к этому, и если клиент доволен, если фотограф заработал денег, то вопросов нет, и какой-то третий человек, который говорит, что ему не нравится, ну, он не клиент, он, не его мнение не является в этом моменте решающим, просто, что я считаю важным в портфолио, в том, чтобы оно соответствовало тому, что человек отдает в конце, потому что я уже говорил об этом в начале, что если человек отдает откровенный трэш, а у него там все супер-пупер красиво, вот это печаль, то есть, это плохо, если он работает, то есть, профессионал, он дает прогнозируемое качество, то, которое от него ожидают, не важно, как думает какая-то третья сторона, очень авторитетная, важно то, что человек посмотрел на это портфолио, его это устроило, он заказал, заплатил, все довольны. Дальше, ты просто ненавидишь Сони, вот просто так, у меня просто нет никаких аргументов, я каждый раз ненавижу, 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 то есть, все мои аргументы просто игнорируются, их как бы, ну, вообще нет, я просто ненавижу, ну, кому как хочется думать, потому что я свою речь, я считаю, что строю, ну, аргументированно. Дальше, я вот так и не понял, почему Сони такие плохие, если картинка крутая, ну, тут можно перемотать назад и просто повторить. Дальше, я в 4К не снимаю, поэтому перегрев не знаю, тут я хочу уточнить, почему именно в 4К случаются перегревы, потому что, когда фотоаппарат снимает в Full HD, перегревается фотоаппарат не матрица, а процессор, и, кстати, эта проблема с Canon 70D, там они вообще из строя выходят, но вернемся к навороченным беззеркалкам, то есть, когда вы в Full HD, процессор, условно говоря, работает на 25%, и, соответственно, у него потребление энергии меньше, и отвод тепла меньше, когда вы его нагружаете на 100%, то он задействует все свои вычислительные мощности, и он начинает больше греться, и когда у камеры маленький корпус, когда там встроен еще матричный стаб, который, я просто общался с мастером по ремонту, он говорит, что это такие магнитики довольно большие и тяжелые, то есть, там все очень плотно упаковано, и этому теплу просто некуда уходить, и при максимальной нагрузке процессора, ну, надолго вот этой вот игрушки не хватает, и, кстати, этот же человек мне рассказывал, что в 1DX, ну, во всех единичках, что там на процессоре стоят дополнительные радиаторы, то есть, там, причем это сделано не для видеосъемки, а для фото, потому что, когда вы снимаете, там, 14 кадров в секунду сериями, то процессор тоже очень сильно перегревается, и это тепло нужно куда-то отводить, но эта камера с этим справляется, она на это рассчитана, а Sony, ну, главное вам втюхать вот этот хлам, а что вы потом с этим будете делать, это уже ваши проблемы, работоспособность этой техники под очень большим вопросом, зато мы рассказываем про кровь в 4К, но то, что в этом 4К на Sony нельзя снимать, ну, это такое дело. Хочу под конец посоветовать вам очень адекватного блогера, то есть, мне понравились он, я думаю, что многие и так подписаны, но если кто не знает, Егор его зовут, по-моему, то я хотел уже сказать, что я забыл, как его зовут, в общем, я оставлю ссылочку в описании, очень грамотно рассказываю это в видеосъемке, о всем этом, что с этим связано. Еще, напоследок, этот комментарий меня тоже убил, человек пишет, один мой друг купил Sony A9, ну, все ж на, о, типа, как круто, подождите, чтобы продемонстрировать крутость, я буду делать вот так, как круто Sony A9, да, так вот, пишет, один мой друг купил Sony A9, а другой, там, купил себе crop Fuji, так вот, второй снимает лучше, типа, он с таким удивлением пишет, так это дело не в камере, и для меня, так знаете, просто, ну, что, так можно думать, то есть, ну, конечно, не в камере, вообще, все равно, ну, что снимать, но, но человек реально, вот, изначально думал, что на эту Sony A9 он будет лучше снимать, вот, у этого блогера, о котором я упомянул, у него как раз есть видео, просто я не буду повторять все эти вещи, которые он там сказал, где он объясняет, что вам не важно, на какую камеру вам снимать, но, этот, эта вот мысль подводит к моему утверждению, вам не важно, на какую камеру снимать, но вам важно, чтобы эта камера была удобной, вот, что на самом деле важно, и в этом плане, я считаю, что рулят Canon и Nikon, то есть, меня вот обижаются люди, что я мало говорю про Nikon, но, я считаю, что это равнозначная компания, Nikon Z6 мне очень нравится, там, правда, сильно провисает мизинец, и нет поворотного экрана, но по всему остальному, очень крутая штука, у меня у товарища она есть, кстати, и скинтон там нормальный, то есть, в последних Nikon, они это уже поправили, так что, ну, кому хочется не Canon, ну, берите Nikon Z6, но, но не Sony, ну, в общем, на этом все. и скинтон там.